город Авдеевка это очередной котел это мое личное мнение кто как мог прорывался у нас как нас бросили как заманку для чтобы на нас максимальное количество хищных рыбок сплылось те кому надо по уходили по сторонам дотошли войска и потом поступил приказ нормально для украины что еще можно сказать отошли но все тогда прикажем отходить что тут можно сказать если бы на один раньше дал указ может больше пацаны бы в живых осталось за сирского ничего не могу сказать потому что единственное что мнение людей кто более-менее ну не то чтобы с ним знакома по его методам руководства вот и в том же интернете у него кличка мясник и один из моих сослуживцев такой более опытный он сказал ну все пацаны нам пиздец каждый пусть подумает стоит ли оно того чтобы сидеть в окопе по полмесяца не вылазя непонятно куда стреляешь чтоб потом тебя или за 200 или или забросили 300 или ты попал в плен или проще я находясь при ну понял что отношение адекватное вот организовываться группами сдаваться содержание нормально санитария соблюдена питание нормальный никто там ничего не издевается в принципе все устраивает и нормально это не потому что я пытаюсь прогнуться и говорю вот как оно на самом деле не попал в тараборону нам объяснили что наша задача будет стоять на блокпостах вот я стоял и шел на работу там мы договорились я буду стоять вот подъехал автобус нас был я был там еще человек у нас двоих забрали у меня забрали сразу отвезли в инкомат выписали военник медицинскую я не проходила комиссия не проходил сразу отвезли в час но я объяснял им что я не служил там для внимания к военной подготовке у меня ничего не могу я простой простой я то есть к этому ничего все первый раз то есть мотивировали то тем что мы не будем нанулись но обманули получается чего когда нас привезли у нас даже нашим то что нас принимала ротный был прилет по подвалу 200 ну там получается из 13 человек осталось только трое нормальных которые не ранены и еще трое трехсотых а все остальные 200 месяц рот нам сказали стоять в линии обороны смотреть чтобы вашими членами нас мы стояли там 16 дней ты считай 2029 по там пускай больше по 16 число нам дают указание выйти выйти с позиции командир ну вот мы вышли нам дали указание в 9 часов утра выйти с позиции мы так стали пострелить нас четверо было на позиции стали пострелить думаем как куда идти если дроны летают скид и делают полностью но их пивишки работают там камикадзе все и минометы все летит в нашу сторону мы решили выйти вечером они согласовали что да может быть лучше вечером такой ну подождите тут раз замолчала рация потом выходит опять на раз не на вам вам надо уже быть то есть пробуйте уже потому что но я так понял что уже все ну пораз я уже понял что уже наступление пошло ваш ну я говорю ну своим что со мной было чем то и ну давай собираемся идем как будет так будет нам сказали дойдете до асфальта дадите доповедь мы дошли до асфальта дали доповеди мы перед асфальтом он говорит нам по рации по асфальту идете прямо дойдете до конца дороги там будет т-образный по это там перекресток или что он что-то сказал дадите доповедь мы только зашли где-то но прошли метров сто можем с правой стороны раздалась очередь пулеметная три человека которые пришли со мной сразу 200 я упал под забор уже был последний тут а с дома выбежала вы бежали вашим меня я вам скажу что так откровенно что даже но то что я пообщался там может быть два три часа смотришь на человека он там был там на позиции например четыре дня или пять дней отказываюсь из позиции даже уходит их забирают отдельно куда-то везут там что-то ну я не знаю что вплоть до тюрьмы на угрожает по всей строгости закон ну я я бы хотел бы вернуться домой к семье потому что ну если я вернусь домой я все сделаю так что не идти он до тюрьмы приду в тюрьму не идите вывивать делайте все чтобы не идти воевать отказывайтесь пускай сажают тюрьму не знаю что там как но не идите воевать и